Авария под Новороссийском сегодня главная тема в крае. Пострадали более 40 человек. Ситуацию обсудили и в краевой прокуратуре. 24 пьяных водителя за 5 дней. Таковы итоги операции «Встречная полоса», которую провела госавтоинспекция. Сочинскому застройщику может грозить уголовное дело. Об этом стало известно на совещании по вопросам помощи обманутым дольщикам. Финалистами конкурса исполнителей итальянской оперы в Сочи стали 13 человек. Всего заявки на участие подали более 600 артистов. Больше 40 человек находились в автобусе, сорвавшемся ночью в обрыв. Под Новороссийском есть погибшие. В Краснодарском крае по поручению губернатора уже создан оперативный штаб. Также в Новороссийск по поручению губернатора направились министры здравоохранения края и бригады санавиации. Госпитализированы 44 человека, более 10 из них дети. 13 пациентов экстренно прооперированы. Сейчас первых пациентов уже готовят к выписке, пострадавшим и их родственникам окажут всю необходимую помощь. Хочу также отметить, что страшно не количество ДТП, а страшно количество жертв в авариях. И сегодня мы должны создать условия, при которых даже если ДТП произошло, то погибших там не было. А это прежде всего качество автотрасс, устройства на дорогах, которые отвечают за безопасность. Это разделительные бордюры и ограждения. В данном случае на этом участке федеральной дороги такие ограждения были. Это позволило избежать жертв среди пассажиров автобуса. Напомню, в ночь на четверг недалеко от города автобус с пассажирами упал с высоты после столкновения с автомобилем. Погибли пассажиры легкового автомобиля, женщина и двое детей. 45-летний водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести. О резонансной аварии сегодня говорили в прокуратуре. Там прошло заседание коллегии краевого ведомства. Его провел прокурор региона Сергей Табельский. Участие в совещании также принял губернатор. Вениамин Кондратьев в своем выступлении отметил, что произошедшее ДТП – повод усилить надзор за соблюдением безопасности на дорогах. На Кубани планируют внедрять современные системы и устройства, которые нацелены минимизировать последствия при авариях. Не страшно количество ДТП, страшно количество жертв в ДТП. Вот что страшно. А количество жертв ДТП напрямую зависит от устройств на дорогах, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, в том числе и в случае ДТП. Вот если ли вообще на дорогах, неважно, муниципальных, краевых, федеральных, эти устройства, либо их нет, либо какого они качества, эти устройства. И это все сегодня является предметом, в том числе и прокурорского надзора. В ситуации, которая ночью произошла сегодня, на федеральной дороге был бордюр ограждения. И поэтому автобус, он не сразу улетел в кувет, а он врезался в него, погасил ему этот бордюр ограждения, а скорость, и он скатился. Вот об этом речь нужно вести. Нам надо менять ментальность. У нас все время водитель виноват. Да даже если водитель, если человеческий фактор, если скорость. Такие же современнейшие устройства должны быть в безопасности на дорогах. А вы, коллеги, должны максимально контролировать сегодня строительство и реконструкцию дорог в муниципальных образованиях. В целом в крае. Губернатор Краснодарского края призвал прокуроров также следить за выполнением программы по безопасности дорожного движения. Кроме этого, необходимо провести дополнительные проверки всех региональных перевозчиков, особенно в сфере туризма. 24 пьяных водителя за пять дней. Таковы итоги операции «Встречная полоса», которую провела Госавтоинспекция Сочи. С начала года в Сочи из-за выезда на встречную полосу произошло 29 ДТП, в которых 7 человек погибли и 54 получили травмы разной степени тяжести. Для предупреждения аварий сотрудники ГАИ с 1 по 5 августа перенесли маршруты патрулирования к местам, где чаще случаются аварии из-за выезда на встречную полосу. Видимо, присутствие экипажей дисциплинировало водителей. За пять дней операции в ДТП на встречной полосе не пострадал ни один человек. За пять дней проведения рейдов сотрудниками Госавтоинспекции города Сочи было привлечено к ответственности 87 водителей за выезд на полосу дороги, предназначенной до встречного движения. Кроме того, выявлено 24 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Административные материалы на водителей, нарушивших правила, впервые были рассмотрены на комиссии в ГАИ. Им выписан штраф, а четыре протокола на особо злостных нарушителей переданы в суд. Там и решится, останутся у них в ближайшее время на руках водительские права или нет. Дождались. Краснодарские дольщики получили свои квартиры спустя четыре года. Настоящий праздник сегодня в ЖК «Каскад». Там ввели в эксплуатацию многоэтажный дом, который застройщик должен был сдать еще в 2015-м, но не сделал этого. Как уже установило следствие, руководители строительной компании создали мошенническую схему и собрали с дольщиков в общей сумме 800 миллионов рублей. Деньги потратили на каркас дома и свои нужды, а коммуникации так и не провели. Инициативная группа жильцов обращалась во все инстанции за помощью и получила ее. На открытие объекта приехал первый вице-губернатор края. Были определены, найдены инвесторы, которые выполнили весь необходимый спектр строительномонтажных работ. И была найдена дополнительная мощность. Изысканы были построены кабельные электрические сети по электроэнергии. Но это тоже немалая сумма, там более 30 миллионов рублей. Бывший долгострой в центре города теперь выглядит впечатляюще. 23 этажа, приятная расцветка. В ЖК 277 квартир с предчистовой отделкой. По качеству дом можно отнести к категории комфорт. Дольщикам даже не верится, что день заселения настал. Хорошие квартиры и трехметровые потолки. И обзор великолепный на две стороны, на юг. Там даже Лаганаки горы видны. Недостроена еще парковка и детская площадка. Благоустроит эту территорию все тот же не очень добросовестный застройщик. Эту обязанность с него никто не снимал. Жильцы надеются, что хотя бы двор сделают в прямом смысле слова без суда и следствия. Застройщику ЖК Ангара может грозить уголовное дело. Об этом стало известно во время совещания по реализации мер помощи обманутым дольщикам. Оно прошло накануне в мэрии с участием руководителей ресурсоснабжающих предприятий прокуратуры. Разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Виноградной 195 было выдано еще в 2012 году. Согласно проекту, это 16-этажный 56-квартирный дом. Фактически на объекте 168 квартир, и эти изменения не прошли согласование. Начались суды. Весной прошлого года в целях завершения строительства дольщики создали собственный кооператив. Все они получили права собственности. Застройщик даже заключил договор со всеми ресурсоснабжающими предприятиями о присоединении дома к сетям. Но вот работу эту так и не оплатил. Поэтому дом по-прежнему не подключен ни к воде, ни к электричеству. Также застройщик до сих пор не подал заявление о постановке дома на кадастровый учет. Ситуация с ЖК Ангара не раз обсуждалась на заседаниях рабочей группы при участии прокуратуры Центрального района. Задача – помочь дольщикам как можно скорее получить свои квартиры. Диалога застройщикам не получается. Администрации и серверы перед прокуратурой вопрос, чтобы вы все-таки можете его на рабочую группу городскую под прокурором города пригласить и понять, вообще что они собираются делать дальше. Он скрывает. Тогда наш дурынин будет уже отвечать по уголовному кодексу за исполнение решения суда. Уговаривать этого человека уже нет сил ни у кого. Если он не понимает, если он считает, что он формально квартиры может передать кому-то без сетей и так далее, нас эта позиция не устраивает. Также во время заседания обсуждались проблемные вопросы по домам в Адлерском районе на улице Ипроновская. Там тоже не заключены договоры на присоединение к инженерным сетям, но ситуация решаема. А вот в центральном районе на улице Новоселов 5А строительство многоквартирного дома так и не началось, хотя разрешение было выдано 11 лет назад. За эти годы свои деньги туда вложили 12 дольщиков. Как отметили на заседании, фактически проект охватывает площадь больше, чем выделено по бумагам. Проектной документации, соответствующей требованиям, до сих пор нет. Одно из решений вопросов, которое комиссия будет рекомендовать владельцу – расторгнуть договоры со всеми дольщиками, благо их немного и вернуть людям деньги. В целом в Сочи на треть сократилось количество обманутых дольщиков. С начала прошлого года из реестра проблемных объектов, их 28, были исключены 11 домов. Сейчас еще три находятся на рассмотрении. Вопрос с обманутыми дольщиками в Сочи планируют полностью закрыть до 2021 года. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 9 августа в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 25-27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. На Кубани снизилась смертность населения. Добиться этого удалось в рамках реализации национального проекта «Демография». Об успехах и проблемах в отрасли здравоохранения говорили в Краснодаре. Краевой администрации на селекторном совещании заместитель губернатора региона Анна Менькова отметила муниципалитеты, которые добились в этом положительных результатов. Это Краснодар, Сочи, Гулькевичи, Кореновский, Обширонский, Успенский и Славянские районы. Здесь показатели даже ниже среднекраевых. Снизились цифры посмертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако все еще высок порог ухода из жизни из-за онкологии. Анна Менькова еще раз подчеркнула, что необходимо проводить профилактическую работу среди населения, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии. Кроме того, на совещании отметили, что снизилась младенческая смертность. И это результат слаженной работы всех детских врачей. В целом за пять лет на Кубани этот показатель снизился на 30%. И по итогам шести месяцев этого года мы вышли на цифру 3.3 на тысячу родившихся. Это очень хороший показатель. Я уже неоднократно об этом говорила. Сложно достижимый. Этот показатель главным образом говорит о том, что у нас очень хорошо на сегодняшний день налажена работа перинатальных наших центров. И на высоком уровне сегодня работают педиатры и неонатологи в наших перинатальных центрах и роддомах. Говорили на совещании о реализации государственной программы по капитальному ремонту и благоустройству школ и детских садов. В этом году на эти цели были выделены рекордные полмиллиарда рублей. Сейчас из 29 муниципалитетов полностью работы завершены только в 8 районах. Больше всего проблем в Белореченском, Крымском, Тбилисском и Новокубанском районах. Это наш адрес, что вы там выполните это до 1 сентября. Когда вы говорите, что капитальный ремонт кровли закончится там буквально за две недели, мы понимаем, даже уже я понимаю, что есть просто виды работ, которые требуют месяц. Ход капитального ремонта образовательных учреждений Анна Менькова поставила на особый контроль. ТОС и Кубани объединяются в ассоциацию и готовятся менять статус. Для достижения больших целей советы ТОС должны стать юрлицом. Чем это поможет, сочинским ТОСовцам сегодня рассказали коллеги из края. Сегодня у Советов территориального общественного самоуправления появилась возможность работать еще более эффективно. То есть активнее развивать свои микрорайоны. Теперь общественники могут рассчитывать не только на краевые финансы, но и на федеральные. Программа президентских грантов в работе. Но участвовать в конкурсе могут лишь юридические лица. Для общественников этот нюанс не стал камнем преткновения. Они просто создали ассоциацию. Она помогает небольшим объединениям активистов оформить заявки. Для этого они пишут заявку проекта, в которой ассоциация оказывает юридическое сопровождение и помощь в написании данного документа. После того, как они написали, она проходит экспертизу этот проект. В дальнейшем они получают президентский грант. То есть ту сумму, на которую они давали заявку для развития своей территории. Это могут быть разные направления. Но основные направления – это, конечно, благоустройство, здравое воспитание, социальная поддержка и так далее. Они должны обязательно быть прописаны в уставе. Для этого у нас сегодняшний семинар – объяснить людям, как правильно зарегистрировать устав. Президентский грант – это миллион рублей на благоустройство территории. Но задача ассоциации не только подготовить ТОСы Края к участию в федеральной программе и открытии в расчетные счета, но и в целом объединить, создать площадку, где общественники с активной гражданской позицией смогут делиться опытом и информацией. В Сочи 75 ТОСов. И все они активные участники различных программ – городских и краевых. В предыдущие годы у нас три ТОСа занимали первые и третьи места ежегодно. Мы получали денежные средства до 500 тысяч, 300 тысяч, в зависимости от занимаемого места. С этого года у нас будет все четыре ТОСа. Уже получать, соответственно, каждый ТОС одного из четырех наших районов будет получать денежные средства, которые будут реализованы, начиная от благоустройства занимающих территорий, на которых они находятся, плюс и деньги, которые могут тратиться их на содержание. И высадка деревьев, и строительство спортивных площадок, преддомовых. Ну, спектр очень широкий, поэтому это полезно для города. Первая идея заявки на участие в президентском гранте уже созрела. В случае победы ТОС Светлана предлагает открыть музей города-госпиталя. Сочи награжден орденом Отечественной войны первой степени за вклад в победу, который внесли медицинские работники и в целом все жители города. Галина Моисеева, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Из 15 проверенных продуктовых магазинов ни один не работал по новым правилам выкладки молочных продуктов. Результаты мониторинга сегодня обнародовал сочинский отдел Роспотребнадзора. На курорте в помощь предпринимателям стартовала серия обучающих семинаров. С 1 июля в России изменились правила продажи молочной продукции. Теперь необходимо разделять продукцию натуральную, то есть без заменителя молочного жира и товары с растительным жиром. Одни магазины поставили в торговых залах отдельные холодильники для такого ассортимента, другие сделали разноцветные цинники. Желтые – значит молоко, сметана, кефир натуральные, белые – заменители молочного жира. Все натуральное, все покупатели наши знают уже об этом законе. Мы написали, значит, внимание, что желтые цинники выделены продукты именно без содержания заменителя молочных продуктов. Производители тоже работают по-новому, теперь на товаре написано, из чего он сделан, плюс подсказки от торговых учреждений. Покупатель, как говорится, вооружен, и даже молодежь заинтересовалась, а что же мы едим. Хотя пока еще путается в терминологии, где заменитель, а где молочный жир. Всегда, когда я покупаю мороженое, я обращаю внимание, когда оно содержит молочный жир и не молочный, когда оно натуральное. Но далеко не во всех магазинах озаботились разделением товара. Для тех, кто не понял, что именно и как именно надо делать, в городском центре поддержки предпринимательства проводят семинары. Специалисты Роспотребнадзора учат предпринимателей, как правильно распределить в магазине товар, чтобы покупатели могли визуально отличить молочную продукцию от молокосодержащей. Уже им давали время, вот этот вот год с июля прошлого года до июля этого года, вот был дан переходный период. Все должны были подготовиться, все должны были подготовиться. И уже вот с 1 июля мы должны быть готовы к этому, уже действовать в соответствии с существующим законодательством. Посещение семинара не снимает ответственность за уже запротоколированные нарушения. За торговлю в обход новых правил штраф на физическое лицо составит до 3 тысяч рублей, а на юридическое от 10 до 20 тысяч рублей. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочинских почтовых отделениях появились так называемые стандартные марки. Это первая замена марок с 2009 года. 12 самоклеящихся марок номиналом от 50 копеек до 100 рублей можно также, как прежние, использовать для оплаты почтовых отправлений. По своему оформлению новые марки напоминают первую почтовую марку Российской империи, выпущенную в 1857 году. В них предусмотрен комплекс мер защиты от подделок. Помимо микротекста, фигурной высечки и использования специальных красок, впервые марки изготовлены на бумаге с защитными волокнами и специальными надсечками от переклеивания. Похожие степени защиты применяются, к слову, при изготовлении денежных банкнот. Финалистами одного из крупнейших мировых конкурсов исполнителей итальянской оперы стали 13 исполнителей. Конкурс «Компетиционе дель опера» в эти дни проходит в Сочи. Всего заявки на участие подали более 600 исполнителей из разных стран. Изначально в финал планировали отобрать 12 артистов. Однако высокий уровень мастерства участников заставил пересмотреть эту цифру, рассказал журналистам художественный руководитель фонда «Талант и успех», председатель жюри смотра Ханс Юахим Фрай. Также он отметил, что в следующем году конкурс ненадолго покинет Европу. «В последние 10 лет конкурс проводился в разных странах и городах – в Дрезденской государственной опере, в Линце, в Австрии. Он также был в Больших театрах в Белоруссии, Ташкенте, Москве. Мы очень гордимся тем, что на следующий год конкурс получил приглашение в Мехико». В списке финалистов оказались пять конкурсантов из России, по два из Республики Корея и Чили, по одному из Бразилии, Израиля, Тайваня и Украины. В жюри конкурса представлены потенциальные работодатели для молодых певцов, директора оперных театров и концертных залов. Для участников предусмотрены специальные призы в виде контрактов на выступления. В Сочи пройдет беговой фестиваль. Спортивный праздник состоится 14 и 15 сентября на курорте «Роза Хотор» и позволит любителям бега испытать себя в любом формате – от трех километров пробежки по ровным тропинкам до 124 километров в горах. В рамках фестиваля пройдет и командная эстафета протяженностью 122 километра. Дистанции будут проходить по живописным горным ландшафтам, а также вблизи олимпийских объектов Сочи. На каждой дистанции предусматривается свой лимит прохождения по времени. Все участники получат стартовый комплект, зависящий от выбранной дистанции и памятную медаль финишера. А победители будут награждены кубками и призами от спонсоров. Стартовый городок будет находиться на главной площади курорта у Ратуши. В рамках фестиваля пройдут бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейл-ранерами, занятия по йоге и концерты. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях и в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...